Перспективы более тесного сотрудничества Хабаровского края и Республики Беларусь обсудили первые лица нашего региона и Могилевской области, а также предприниматели на международном бизнес-форуме в Хабаровске. Поставки техники и продуктов питания, взаимный туризм. Какие направления уже развиваются, какие удастся настроить в ближайшее время, узнавала Виктория Зыкова. Все мы знаем, что в мае этого года губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев посетил Минск. Встречался с президентом Беларуси Александром Лукашенко и в ходе этого визита было подписано соглашение о сотрудничестве Хабаровского края и Республики Беларусь. Задача ответной миссии – оценить первые результаты совместной работы. Например, за минувшие полгода товарооборот увеличился больше, чем в полтора раза. Одной из крупных ниш сотрудничества стала техника для промышленных предприятий, в частности горнодобывающего комплекса и сельского хозяйства. И здесь, помимо прямых поставок, на первый план выходят услуги по обслуживанию сложных и технологичных машин. Мы сегодня еще раз отчетливо увидели, что для того, чтобы наша техника была широко представлена и имела возможность конкурировать, нужно не просто ее представить, нужно создавать серьезные сервисные центры по обслуживанию этой техники. Необходимо это вывести уже на статус таких серьезных, квалифицированных сервисных центров и не только в интересах Хабаровского края, учитывая наше такое срединное положение, потому что такая техника нужна и Магаданской области, и Сахалинской области, и Приморскому краю. Немаловажной темой стало сотрудничество в сфере продовольствия. Например, уже сегодня спросом у хабаровчан пользуются белорусские сыры и другая молочная продукция. На наш рынок заходят новые поставщики. Бабушкина рынка производит 1500 тонн сыра, 16000 тонн цельномолочной продукции. 60% от того, что мы производим, поставляем в Российскую Федерацию. Поэтому мы хотели бы нарастить эти объемы еще больше. Бизнес-форум дал возможности и для двухстороннего сотрудничества в сфере туризма. И не только Беларусь приглашает к себе. Хабаровский край интересен нашим гостям с туристической точки зрения. Уже сегодня подписаны несколько договоров между хабаровскими и белорусскими туристическими фирмами. Белорусам на данный момент, то, что мы для себя сделали, выводы, что будут интересны где-то 3-5 дней пребывания здесь, в Хабаровске. Один день в городе и несколько дней различные варианты отдыха, где-то в локациях природных, прогулки по Амуру, посещение музеев, ну и посещение каких-то коренных народов с национальными фольклорными традициями. Мы готовы принимать всех желающих по различным направлениям туризма. Край наш очень богат, вы все прекрасно об этом знаете. Очень много разных направлений, начиная от сети туров до промышленного туризма, обслуживания бизнес-делегаций. Много различных направлений в области обмена между, в области культуры и спорта. Десять коммерческих предприятий из Республики Беларусь и представители правительства Могилевской области приехали в Хабаровск для обмена опытом, налаживания прочных связей и бизнес-контактов. Стороны надеются, что договоры о сотрудничестве, подписанные в рамках форума, станут началом конструктивной работы по созданию импорта независимости от санкционного давления. Виктория Зыкова, Николай Трохин и Андрей Терехин. Смотри Хабаровск. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова